Доброго времени суток! На ваши вопросы с удовольствием ответят директор Института экологии и природопользования Светлана Юрьевна Селивановская, проф.орг.института Альбина Турабекова и доцент кафедры прикладной экологии Полина Александровна Курынцева. Итак, для начала я предлагаю вам несколько слов рассказать вступительно об институте, вообще каких специалистов готовят. Дорогие наши будущие коллеги, здравствуйте! Мне очень приятно, что вы уже к нам присоединились. Я заранее приветствую тех, кто к нам подсоединится чуть позже. И в первую очередь я хочу вас поздравить. Поздравить с тем, что наконец-то закончилось томительное ожидание, и вы знаете, когда вы будете сдавать ЕГЭ. Мы понимаем, что вы очень волновались, потому что было непонятно, будете или не будете сдавать, когда, когда начнется учебный год и так далее. Итак, вы знаете, когда вы будете сдавать. Я хочу вам пожелать удачной сдачи ЕГЭ для того, чтобы с набранными баллами вы могли поступить туда, куда вы и планировали. Я очень надеюсь, что те из вас, которые сейчас слушают, которые сейчас смотрят наш инсталайф, придут к нам, будут нашими студентами. Мы будем с вами вместе 4 года в бакалавриате. Может быть, вы захотите учиться у нас в магистратуре. И, может быть, из вас получатся хорошие исследователи, которые захотят продолжать свое обучение, стать научными сотрудниками, учиться у нас в аспирантуре. Прямо несколько слов о нашем институте. Мы готовим специалистов по четырем направлениям. Самое массовое направление, где у нас 50 бюджетных мест, это много, это экология, природа, пользование. Вы поступаете сюда с ЕГЭ, география, математика и русский язык. Очень интересное направление, которое готовит специалистов в области почвоведения. Это направление почвоведения, 20 бюджетных мест и экзамены биология, математика, русский. Крайне востребованное направление. Без этих специалистов не работают аэропорты, не работают предприятия, тепловой промышленности и так далее. Это направление гидрометеорология, 20 бюджетных мест, география, русский и математика. И еще одно направление, которое готовят инженеров, востребованных особенно сейчас, это землеустройство и кадастры. Я имею в виду кадастровых инженеров. И также у нас 20 бюджетных мест, физика, математика и русский язык. На все направления мы принимаем и контрактных студентов. Приходите, если вдруг что-то у вас случилось на ЕГЭ, и вдруг у вас оказалось не очень много баллов для того, чтобы вы могли пройти на бюджетное обучение, вы можете прийти к нам на контракт. Цены на обучение в этом году, скорее всего, ну как минимум в нашем институте, останутся такие же, как в прошлом году. Мы знаем, что в стране в связи с пандемией многие теряют работы, многие уходят в административный отпуск, родители. Непонятно, как они будут дальше работать, смогут ли они вам помогать. Поэтому мы оставили цены на уровне прошлого года. Эти цены и количество бюджетных мест вы можете посмотреть на сайте университета, на сайте приемной комиссии. Ну и более подробно о том, чем занимаются, где работают наши выпускники, у вас, наверное, будут вопросы. Наверное, эти вопросы будут у ваших родителей. И я очень надеюсь, что Инсталай смотрят не только будущие наши студенты, но и их папы и мамы. И это, конечно, их прагматично заботит очень. Но сейчас я хотела бы передать слово моим коллегам. Я специально пригласила в эту студию двух очаровательных милых девушек для того, чтобы показать, что ребята, которые учатся у нас, дальше остаются с нами, работают в университете преподавателями. преподавателями, сначала ассистентами, старшими преподавателями, доцентами, занимаются научной работой. И я очень надеюсь, это я сейчас прямо вот анонсирую, что они ни минуты не пожалели о том, что они пришли в университет, пришли к нам в институт и остаются с нами работать. Ну и наоборот, не по старшинству, а с более молодых коллег, я хотела бы передать слово профоргу нашего института, студенческому профоргу Альбине Турабековой. Более того, я хотела бы сказать, что Альбина приехала к нам из Узбекистана, выбрала наш университет. Наверное, она скажет, почему наш институт. Ну и, пожалуйста, вам слово. Добрый день, абитуриенты и их родители. Конечно, хотелось бы начать с того, что мой институт, институт экологии и природопользования, дал мне очень многое. Хотелось бы поблагодарить профессорский состав за багаж знаний, которые я получила, а также дирекцию, которая поддерживала все наши инициативы. Так как я являюсь иностранным студентом, я готовилась заранее, то есть буквально где-то два года я готовилась. Я хочу передать иностранным абитуриентам. Ни в коем случае не переживайте. Казанский федеральный университет всегда заботится о своих студентах и абитуриентах. Также хотелось бы отметить, что здесь, это сейчас информация для студентов, здесь активная общественная деятельность развивается. То есть даже в стенах нашего института развито, то есть в студенческом и самоуправлении у нас такие направления, как спорт, культура. Также у нас есть экологический отряд, который работает в стенах нашего института, а также и в республике Татарстан при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов. Также, что еще хотела бы сказать, большое спасибо моему институту. Дальше я иду поступать в магистратуру. На этом моя деятельность не заканчивается. То есть здесь готовят хороших специалистов. И то есть желание у наших студентов продолжить обучение в магистратуре очень большое. Поэтому я желаю вам больших успехов именно в поступлении. Я немножечко вмешаюсь, прежде чем передать слово Полине Александровне. Я хотела бы сказать, что этот год будет сложный как для вас, ребята, так и для нас. Потому что мы в первый раз опробируем полную стопроцентную систему поступления онлайн. В прошлые года, вы знаете, вы могли в электронном виде прислать все документы, но оригинал и согласие о зачислении вы должны были принести лично. И могли это сделать уже тогда, когда появились списки зачисленных и так далее. В этом году, в связи с пандемией коронавируса, вы будете это делать все в электронном виде. С одной стороны, это нас волнует, потому что это новое. С другой стороны, наверное, это даже облегчит вам существование, особенно иногородним. То есть вам не надо будет приезжать сюда, не надо будет искать квартиру на 2-3 дня, пока вы сдаете документы и что-то пишете. Вы все документы подадите, увидите приказ о зачислении и приедете, если мы начинаем 1 сентября, очное образование. Приедете сразу заселиться в общежитие, ну, либо вы придете из дома 1 сентября на первый день знаний, познакомитесь друг с другом. И вот ваша студенческая жизнь, студенческая дружба, студенческие друзья, которые вы получите, которые у вас образуются так или иначе, они пройдут через вами через всю жизнь. Поверьте, пожалуйста, школьная и студенческая дружба, она самая крепкая. Ну, а сейчас я хотела бы попросить Полину Александровну рассказать, как же так получилось, что она закончила наш институт, училась в аспирантуре в нашем институте, работает сейчас преподавателем в нашем институте и является очень востребованным, хорошим научным сотрудником, который выигрывал гранты Российской Федерации и так далее. Полина Александровна, вам слово. У меня, наверное, немножко такой ретроспективный рассказ будет, потому что я поступала в 2010 году, заканчивала в 2015, дальше училась в аспирантуре, на тот момент еще не было деления на бакалавриат и магистратуру, сразу шла аспирантура после специалитета. Но мой выбор, наверное, был очень осознанным, потому что я со школы участвовала в олимпиадах, в том числе по экологии. И мне было это интересно, потому что экология — это такая наука, которая соединяет в себе очень многие отрасли других наук, то есть здесь можно заниматься, собственно, всем, чем ты захочешь. Это первое. И дальше у меня был опыт работы, в том числе на предприятиях Республики Татарстан. Работа в университете, она особенная. Она позволяет думать головой каждый день и решать какие-то новые нестандартные задачи. И мне кажется, что преподаватели, которые работают в университете, они пытаются вот это же привнести в обучение студентов. Потому что мы пытаемся разработать какие-то кейсы, перевести обучение на более приближенное к практике, давать реальные задачи. Потому что у многих есть опыт работы, опять-таки, с предприятиями, и какие-то задачи из своего прошлого можно давать сейчас. Что позволяет студентам уже в процессе обучения опробировать свои знания на практике. Что еще сказать? Ну, университет, кроме всего прочего, дает очень много возможностей. И эти возможности с каждым годом растут. То есть я иногда прям с завистью смотрю на современных студентов. Появились шикарнейшие лаборатории с новейшим оборудованием. Я помню, как мы покупали с моей одногруппницей ситечко в хозяйственном магазине, чтобы фильтровать давни. Сейчас этого уже никто не делает. Сейчас все очень круто. Есть специальные культиваторы, программируемые, с режимом. Не нужно измерять, например, оптическую плотность в течение суток каждые два часа. Не пугайте студента заранее. Нет-нет-нет, это все очень классно. Дальше есть очень много программ стажировок, как международных, так и российских. То есть участие в Казанском федеральном университете. Казанский федеральный университет — это все-таки имя. Когда вы подаете на стажировку, вас спрашивают, откуда? Я из Казанского федерального университета. О, это круто, давайте приезжайте к нам. То есть это какой-то имиджевый момент. Дальше появились гранты, стипендии для студентов. И поощряется не только какая-то активность в виде спортивной и массовой. Альбина, извини, пожалуйста, но я за науку. Поэтому очень много появилось научных грантов, ориентированных в том числе на студентов. Мне кажется, что сейчас университет — это место возможностей, где можно много чему научиться, себя попробовать и заложить какой-то такой большой фундамент для будущего своего. И еще я хотела бы прямо на две минутки передать слово Альбине, потому что Полина Александровна затронула этот вопрос. Все студенты, которые будут учиться у нас, конечно, будут получать стипендию. Первокурсники все получают стипендию. На старших курсах это зависит от того, как вы сдаете сессию. Но начиная с третьего курса у студентов всего университета и, конечно же, нашего университета есть великолепная возможность. Они могут получать повышенную стипендию. Причем размер этой стипендии достаточно большой, что позволяет студентам, особенно иногородним, не подрабатывать. Вот про эти стипендии прям три слова, Альбин, пожалуйста, да? Поскольку вы сами являетесь тоже стипендиатом этих стипендий. Да, я получаю стипендию, повышенную стипендию за общественную деятельность. То есть, естественно, в нашем университете большой круг, то есть много очень стипендий, на которые студент может подать. И вот одна из них — это повышенная академическая стипендия. То есть, за особые успехи — это в общественной деятельности, культурно-массовой, спортивной деятельности и также научной. Вот. И сумма варьируется. То есть, обычная стипендия у нас академическая — это две тысячи, а студент, получающий повышенную академическую стипендию, получает на третьем курсе уже семь тысяч. На четвертом курсе — восемь тысяч. Это, конечно же, большая разница. То есть, чем вы больше всего делаете в институте, в университете, от этого будет зависеть ваша стипендия. То есть, университет дает очень много возможностей в плане этого. Вот я могу сказать за себя, то есть, уже нагрузку на родителей становится значительно меньше из-за того, что мы получаем повышенную академическую стипендию. Это играет, я думаю, большое значение именно и для студентов, и для родителей нашего института и университета в целом. Ну и еще я просто хотела добавить то, что могло быть, не то что завлекательным, а то, что очень важно. Уже в течение нескольких лет ребята-студенты, которые являются стобальниками, и ребята-студенты, которые поступают к нам по итогам всероссийских олимпиад, они также получают повышенную стипендию на протяжении первого курса, и дальше в том случае, если они подтверждают свою активность, и хорошее образование, они также получают повышенную стипендию. В прошлом году ребята, которые стобальники, и выигрывали олимпиады, они получали еще и единократное вознаграждение, достаточно большое, по-моему, 100 тысяч. Ну, представляете, то есть, если это поделить, например, на 5 месяцев первого семестра, это просто прекрасная помощь. Поэтому, может быть, сейчас я говорю даже уже не тех ребят, которые в этом году поступают, а, например, для 10 или 9 класса, вы имеете возможность еще поучаствовать в олимпиадах, поступить к нам в Институт экологии и природопользования и получать за это повышенную стипендию. Спасибо. Какие-то вопросы, наверное, появились, о том мы уже очень долго говорим. Да, действительно, есть уже ряд вопросов. Давайте начнем, наверное, с классического, который задают каждый инсталайф. С какого по какое идет прием документов для абитуриентов? То есть по числам. Это сложный вопрос для меня сейчас, именно в силу того, что ситуация меняется. Но вообще, по-моему, с 20 июня прием документов уже начат, будет начат. Я думаю, что как только у вас будут готовы результаты ЕГЭ, вы как раз в это время уже сможете, ну и получите свой аттестат, вы можете уже подавать документы. У нас есть вопросы, которые касаются конкретных направлений обучения. Позвольте себе процитировать. Для поступления на экологию и природопользования нужно сдавать профильную или базовую математику? Профильную. На все наши направления надо сдавать профильную. Хорошо. Сейчас, минуточку. Вы знаете, коллеги, у нас наши выпускники и бакалавры, и магистры очень востребованы в различных фирмах, которые занимаются IT-технологиями. Они востребованы как программисты, они востребованы как системные администраторы. Причем не просто вот как там в магазине программист и так далее, а именно в таких специализированных фирмах. Почему? Потому что наши студенты, помимо того, что они знают много про компьютер и про программы, они еще и много знают про тот предмет, который они программируют, в котором они работают. Более того, это удивительно, но есть такая программа Python, которая очень востребована сейчас в разных организациях, а ее учат только на ВМК и у нас в институте. Поэтому прям вот ребят, которые могут программировать на Python, прям вот отбирают уже где-то там на старших курсах. А вот вы уже, собственно говоря, косвенно затронули этот вопрос, но я его озвучу. Здравствуйте, а как с трудоустройством после получения образования по экологам? Вот я, поскольку у нас очень хорошо дружит со всеми выпускниками Полина Александровна, я ей передам этот ответ. Но, наверное, вы больше скажете про экологов, а про остальных я уже дам вам. Да, я, наверное, скажу больше про экологов, поскольку мы учились с группой и поддерживаем сейчас дружеские отношения. Во-первых, очень много кто ушел экологами на предприятие работать. То есть моя ближайшая подружка сейчас работает экологом в городе Иннополис. Очень много выпускников работают в Росприроднодзоре, Министерстве экологии, то есть в профильных ведомствах. Также, как Светлана Юрьевна уже сказала, что те, кто окончили кафедру математического моделирования, очень востребованы именно в области программирования и в области цифровизации карт, наверное, что-то такое, потому что много кто работает в геоцентрах, в области картографирования кадастров, это, опять-таки, землеустройства и кадастры. И есть прямо такие, наверное, избранные личности, которые, несмотря на то, что вроде как институт экологии и природопользования, это успешнейшие программисты сейчас. Ну, и я хотела бы добавить, что мы вот совсем недавно собирали информацию о студентах, бакалаврах и магистрах, которые уже сейчас работают, обучаясь. С одной стороны, это наша головная боль, потому что ребята на старших курсах начинают работать, работе уделяют много внимания, хуже учатся. Но вот когда я посмотрела на те места, где они работают, они все работают по специальности. Много работает после землеустройства и кадастров в кадастровой палате, в РКЦ, Республиканский картографический центр «Земля» и так далее. Являются помощниками кадастровых инженеров. Это говорит о том, что то образование, которое мы даем, оно позволяет им сразу найти работу. Выпускники направления гидрометеорологии работают, вот сейчас у нас заканчивает магистрантка, она работает синоптиком у нас в аэропорту. Они работают в аэропортах, работают в управлении гидрометслужбы, которое есть во всех регионах, и откуда к нам приходят все время запросы. Дайте, пожалуйста, сотрудника. Сотрудники кафедры почвоведения работают в Министерстве лесного хозяйства, в Министерстве сельского хозяйства. Они работают в агрохимлабораториях, в различных службах, в Росприроднадзоре работают, в контролирующих организациях. Ну и, конечно, работают в различных агрохолдингах, где нужны специалисты, знающие, что такое почвенное плодородие, как определить, почему тут растет, почему тут не растет. Это крупные сейчас индустриальные агрохолдинги, где тоже постребованы наши выпускники. Светлана Юрьевна, нам поступает очень много вопросов по поводу вступительных. Вот в данный момент как раз-таки, собственно, будут ли они или по результатам ЕГЭ только принимают? У нас, в нашем институте, мы принимаем только по результатам ЕГЭ. Вступительные экзамены, это бывает на так называемых творческих, да, специальности, где там журналистика, да, там театроведение и так далее. А вы сдаете документы с вашими результатами ЕГЭ, по ЕГЭ, как это бывает ежегодно, вы будете поступать. А если мы говорим о выпускниках, допустим, техникумов, ну, или колледжей? У нас нет... Есть такой вид образования, который укороченный, да, на базе СПО. У нас такого нет. Но вы с вашими результатами можете поступать по общему конкурсу, насколько я знаю. Хорошо. Есть у нас еще вопрос, который касается бюджетных мест в магистратуре. Сколько их есть ли они? Да, бюджетные места в магистратуре у нас есть. У нас их много. По экологии у нас 40 бюджетных мест на гидрометеор... И вы будете там учиться на двух программах. Одна программа носит такое более фундаментальное математическое направление. Это системная экология и моделирование. И вторая магистрская программа. Это экологическая безопасность и управление в окружающей среде. 10 бюджетных мест у нас в магистратуре по гидрометеорологии. И 8 бюджетных мест у нас в магистратуре по землеустройству и кадастров. На будущий год мы начнем принимать магистратуру по почвоведению. Поэтому, если кого-то это интересует, в этом году, выпускники, вы можете поступить к нам на экологическое направление. Потому что агроэкология это очень важное, динамично развивающееся направление. И то, что вы в экологической магистратуре изучите, вам это поможет. На будущий год мы будем открывать и магистратуру по почвоведению. А вы в какую магистратуру хотите поступать, Альбина? В экологическую безопасность. В экологическую безопасность. На ней побольше бюджетных мест, на системной поменьше. Я просто не помню соотношение. По-моему, 23-17. Вот так вот. А еще есть у нас вопрос, который, в принципе, тоже традиционный. Какие олимпиады принесут дополнительные баллы в копилку при поступлении? Потому что, так или иначе, какие-то олимпиады российские есть, которые надо выиграть? Значит, если вы участвовали, являетесь призером или победителем Всероссийской олимпиады, которая есть в списке Министерства образования, вы поступаете вообще без экзаменов. То есть вы зачисляетесь в первую волну, даже не в первую волну, а до первой волны, как победитель и призер. Кроме этого, дополнительные баллы вы можете получить за участие в университетских олимпиадах. Это по экологии и по географии. И если вы будете поступать в магистратуру, но в этом году это уже поздно, потому что это тоже уже олимпиада прошла, в университете есть олимпиада, которая называется «Я магистрант». И коллеги, которые оказались в призерах и получили высокие баллы, с этими баллами, прям сразу не сдавая вступительных экзаменов в магистратуру, могут быть зачислены. Мы медленно подбираемся к тому вопросу, который тоже стал классическим для нашего инсталайфа. А где проходят практику после первого курса студенты? Значит, вот я сейчас к девушкам отправлю вас, но единственное, что я хочу сказать, что у нас все практики разные. После первого курса это так называемая учебная практика, с которой вы не останетесь в городе при выполнении. А после второго курса вы проходите производственную уже практику, а после третьей у вас преддипломная идет. Вот видите, как мне хорошо обращаться. В какой последовательности вы свои впечатления о практике расскажете? Мне кажется, в начале Альбина, потому что я сейчас уже не знаю, где проходит стационар. О, я знаю, стационар у нас займище сейчас. Я расскажу про полевую практику. Экологи в нашем институте ежегодно на первом и втором курсе проходят полевую практику. Мы выезжаем в лес на месяц. Обитуренты, вы не переживайте. То есть у нас все оснащено, дома и так далее. Ну, как на дачу выезжают. На дачу. То есть это все на природе. Я думаю, наша специальность в городе не освоить. То есть мы выезжаем, и там уже осваиваем материал. То есть это практика по ботанике, по зоологии, да? По зоологии, по чвоведению. По зоологии, по безпозвоночных и так далее. То есть мы на моем первом курсе выезжали в Саралы, в Займище, потом куда мы еще? Мы в Свияжск куда-то выезжали. То есть каждая практика по-своему, она прекрасна. Это столько эмоций, впечатлений. К сожалению, в этом году наши первокурсники не смогут пройти полевую практику именно в лесах. И я думаю, это большое огорчение для них, потому что мы на первом курсе тоже такие, ну, на месяц, в лес, как мы будем. А потом, когда уже на третьем курсе мы вспоминаем нашу полевую практику, мы всегда с большим трепетом и теплотой. Потому что эти моменты, я думаю, уже никогда не повторить. И сейчас Полина Александровна расскажет тоже о своих впечатлениях спустя столько лет. Да, я слушаю Альбину и думаю, ба, тут прошло совсем немножко, получается, два года же, а у меня прошло прям много лет. И когда мы встречаемся с группой, это первое, наверное, «А помнишь, как было в Саралах?» И вот эти гнезда Орлана, на которые мы плавали смотреть в 4 утра, чтобы он еще не успел улететь из гнезда. Полевая практика, это, наверное, самое веселое, что происходит на экофаке, по моему мнению. И это то, что действительно сплочает группу. То есть после этого группа становится группой, единым каким-то механизмом, который функционирует. То есть в этот момент, естественно, мы все перессорились на первой неделе, сдружились на второй. И через месяц мы абсолютно не хотели разъезжаться по домам. То есть там уже звонили родители, вы когда уйдете из вашего леса? Мы вас очень ждем дома. Ну и, естественно, тот материал, который можно освоить на практике, его нельзя получить, сколько бы мы ни ходили в музеи по ботанике, в музеи. В университете есть прекрасные музеи, есть музеи беспозвоночных, есть музеи позвоночных, зоологические музеи, я имею в виду. Но то, что мы видим в лесу, это бесценно, поскольку мы как раз тут улавливаем все взаимосвязи, как это работает, как это функционирует в природе, и мы много-много чему учимся. Вы, может быть, удивитесь, но еще больше лет, даже не два года, не несколько прошло с того времени, когда я тоже проходила учебную полевую практику. Действительно, дорогие абитуриенты, мы не сможем вам передать сейчас тот восторг от существования, когда ты в одной команде, и когда ты понимаешь, кто что стоит, и даже что-то мы вам не будем сейчас рассказывать, вы все это сами поймете и узнаете, это все очень здорово. То есть после первого курса это полевая практика, учебная полевая практика. Производственную практику, да, и я хотела сказать, что девочки, конечно, акцентируют на студентах-экологах, также в точности полевую практику учебную проходят и почвоведы, и гидрометеорологи, и кадастровики, потому что фундаментальное знание того, как устроен окружающий мир, живые организмы, неживая часть, это обязательная основа студентов нашего института, которые, в принципе, все готовятся стать специалистами, которые знают, как окружающая среда устроена, как ее сделать лучше, как не допустить нарушения с разных сторон. Что касается производственной практики, то здесь ребята выходят на практику на различные предприятия, в различной организации, в зависимости от того, как они видят свое будущее существование, то есть те, которые тяготеют к разработке документации экологической, а сейчас это очень востребовано, идут фирмы, причем многие из этих фирм, руководителями этих фирм являются наши выпускники, и они, конечно, с удовольствием берут наших студентов, потому что они понимают, какую базу образовательную мы даем. Они идут и на предприятия, с огромным удовольствием у нас берут на практику министерства и экологии, причем они просят даже, чтобы это была не летом практика, а рассредоточена в разных отделах, потому что помощь всегда нужна и так далее. Ну и преддипломную практику проходят студенты тоже, в зависимости от того, какой у них диплом. Если это связано с работой какого-то предприятия, то они, часть практики, добирают материал на этом предприятии. Если это научная работа, значит, это работа в лаборатории и так далее. Еще можно добавить? Да. После производственной практики наши студенты остаются работать в организациях, в которых они проходят практику. В мой год в Министерстве экологии и природных ресурсов у нас остались студенты. Также у нас такая практика проходит, что иностранные студенты могут у себя проходить производственную практику. То есть это тоже большой опыт для нас, и мы узнаем, какие организации в разных государствах могут быть. Ну то есть как бы возможностей много, и есть возможность получить дополнительный заработок. А чтобы тебя взяли на работу, ты должен хорошо показаться на практике. Вот обсудили практическую часть, вернемся к части теоретической. Из иностранных языков на первом курсе только английский или есть возможность выбирать? Вы знаете как, мы приняли решение, что студенты учат английский язык. Я объясню сейчас почему. Потому что этот иностранный язык требуется обязательно при подготовке курсовой работы, при подготовке дипломной работы. Потому что огромное число публикаций идет в международных журналах на английском языке. И как минимум для того, чтобы быть в эпицентре всех новинок, ты должен знать язык, чтобы ты умел его читать. Плюс ко всему, если ты будешь работать в каком-то представительстве или в какой-то фирме, английский язык является стандартным. Международным тебя всегда поймут. У нас есть большой опыт, когда девочки, ну вот та же самая Полина Александровна, она пришла к нам из немецкой школы с хорошим знанием немецкого языка. Я на стажировку в Германию ездила с немецким языком, но выучила английский язык, потому что ты едешь на конференцию, ты будешь говорить на английском языке. К тебе приезжают гости, а у нас мы проводим и летние школы, когда к нам из Америки приезжают, из Италии приезжают, из Японии приезжают. И все говорят на английском языке. Поэтому вы другой иностранный язык можете получить как факультатив или как дополнительное образование. Если это вам нужно, вы считаете, для развития. Вы что-то добавить хотели? Я хотела как раз сказать про стажировку, что я приехала вроде бы как в Германию, в немецкую лабораторию с немецким языком, но выяснилось, что в основном сотрудники разговаривают на английском. И тут уже выхода не оставалось, как начать изучать, потом начать говорить на английском языке. Ну еще бывает достаточно смешно, когда к нам приезжают ребятишки из дальнего зарубежья, которые не очень хорошо изначально знают русский язык и приходят в лабораторию. И в какой-то момент мы просто переходим с ними на английский язык, и прям вот вопросы снимаются. Ну, конечно, необходимость в изучении русского языка у них есть, но когда сложно, ну и у ребят, у остальных тоже есть практика для этого. Ну и как раз уж об этом заговорили, то есть ли международные обмены и международные стажировки у экологов? Да, 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 конечно, есть. Так же, как у всех студентов... Под экологами я институт понимаю. Да, я понимаю, так же, как у всех. Значит, у нас много студентов... Вот у нас опять сидит хороший пример, да, обмена. У нас есть студенческие обменные программы, в которых может участвовать любой студент, но только он должен пройти конкурс. Открываются обменные программы, часто тематические, и экология это одна из наиболее распространенных таких тем, да, то есть вот наши экологи ездили в университет Конозавы, наши экологи ездили в Финляндию, наши экологи ездили в Польшу, наши экологи ездили в Германию на стажировку, в США на стажировку ездили. То есть студент для этого должен быть активный, он должен хотеть куда-то поехать, для этого искать вот эти конкурсы, ну и иметь бэкграунд для того, чтобы выиграть этот конкурс. Ну и поговорим немножко, наверное, о контракте. Сколько стоит обучение в Институте экологии, если исходить из цифр прошлого года? Значит, я просто боюсь ошибиться, стоит порядка 140 тысяч бакалавриат и 150 или 160 магистратура. Но, ребята, не поленитесь, залезьте, пожалуйста, на сайт и прям точно, четко посмотрите все эти цифры, ладно? Ну еще один из классических вопросов, можно ли прийти в магистратурные эколога, если у тебя бакалавриат, например, по экономике? Можно, но избирательно. У нас есть прекрасный опыт, когда у нас сейчас в аспирантуре учится мальчик, я уж не буду называть его фарм, ну уж какой мальчик, молодой мужчина, который закончил нашу магистратуру системной экологии и моделирования, и он пришел с экономическим образованием. То есть его магистрская диссертация аспирантская по экосистемным услугам, которые осуществляет окружающая среда, где есть прям выраженная связь между экологией и экономикой. И это хороший опыт. У нас учатся выпускники и химфака, и биофака, и КХТИ. Ветеринарная. Да, из ветеринарной академии. То есть у нас очень много студентов, не только нашего института. Кому-то сложно, кому-то нет. Я помню один опыт, пришел молодой человек, который, я даже не помню сейчас его образование, он пришел поступать в магистратуру, и раньше у нас же было еще и собеседование, когда я задавала вопрос, ну вот кем вы видите, то есть вам для чего это вообще, это было нам полезно знать мотивацию, да, то есть как будет студент учиться, хочет ли он заниматься наукой или еще чем-то, он пришел и сказал, говорит, ну вообще-то я просто хочу быть экологом в Газпроме. Ну вот, да, то есть люди идут и считают, что вот есть ли он эколог от нефти или еще что-то такое, они вот там будут сразу очень богатыми, очень влиятельными и так далее. А то, что этому надо учиться, и для того, чтобы, для этого нужны базовые знания, ну, как бы... Давайте вернемся на пару вопросов назад, тут у нас спрашивают, какие дополнительные языки можно выбрать при обучении, то есть вы упомянули, что английский обязательно, а какие дополнительные все-таки еще преподают? То есть у нас в университете есть французский, немецкий, итальянский, по-моему, испанский, но это как доп. образование уже, то есть это не входит в те предметы, которые обязательны. Можно добавить? У нас вот некоторые студенты, допустим, вот я прохожу переподготовку на учителя английского языка, то есть студент сам должен уметь развиваться, если ему что-то интересно, у нас в Казанском федеральном университете есть много возможностей, которые студент может осуществить, если он хочет изучать языки, то это уже дополнительно, а в нашем институте это обучение английского языка. Хорошо, спасибо, едем дальше. У нас есть такой вот вопрос, а чему, собственно говоря, учат на метеорологии? Чем занимаются метеорологи будущие? Вот смотрите, во-первых, это анализ состояния климата. Это теоретическое изучение, а практическое применение, это, например, прогноз катастрофических явлений, сели, оползни, которые возникают из-за изменения климатических условий. Это бураны, это какие-то засухи и так далее. Очень актуальное сейчас направление, да, это климат. Есть еще метеорологи, которые изучают, вот метеорологи и синоптики, которые дают прогноз. Очень важное сейчас направление, это агрометеорология, да, потому что, вы знаете, например, у нас страна называется страна негарантированного земледелия, да, когда тут тебе град, тут тебе засуха, опять у нас какой-то неурожай, сначала все засохло, а потом, что не засохло, сгнило под дождями и так далее. И вот здесь очень важна роль вот этих метеорологов, которые скажут, ребят, вот подождите два дня, не сейте, и тогда вы, ваши ростки, не попадут вот под следующий заморозок. Два дня разница, вот этим занимаются. Кроме этого, они собирают все данные о загрязнении воздуха и строят карты различные по перемещению воздушных масс и так далее. Ну вот, потом, опять-таки, вот, как я говорила, аэропорт может взлететь самолет или не может взлететь? Есть ветер или нет ветра? Это же не так, что человек побегает вот так вот, о, ветер дует, значит, самолет не летит, да? Это огромное практическое применение вот этой деятельности. Если честно, я с аэропортом себе всегда так и представлял, на самом деле, да, да, да. А теперь к следующему вопросу. У нас традиционно в конце есть блок от иностранных граждан. Собственно говоря, есть ли для них бюджетные места? Если есть, то как им поступать? Пожалуйста. Иностранные студенты, во-первых, могут поступать через гослинию. Это у себя, допустим, в стране я сама лично поступила через гослинию. Это большой плюс в том плане, что независимо от того, как студент обучается, это в целях поддержки, студент все равно получает академическую стипендию. Вот это, пожалуй, плохая реклама, а давайте же вы учитесь хорошо. Нет, ну хорошо учитесь. То есть, но у нас студенты из гослинии, это в основном все студенты, которые хорошо учатся, там, золотые сессии и вне зависимости, вот допустим, у меня я обучаюсь на гослинии или нет, я все равно обучаюсь на золотую сессию. Вот, а еще я хотела бы сказать, что иностранные студенты могут поступать и по прямому набору. У нас и в этом году также будет, то есть, онлайн у нас будет проходить отборочный этап тестирования. То есть, в этом плане никаких проблем у иностранных студентов не наблюдается. Также я знаю, что иностранные студенты, у них очень много вопросов по поводу того, где они будут проживать, как вообще проходит учебный процесс и так далее. Не волнуйтесь, это все, администрация института все сделает для того, чтобы ваше пребывание здесь прошло максимально комфортно. Ну вот сейчас немножко отойдя от эмоций, хочу сказать, что да, у ребят есть поступить и на бюджетные места. Единственное, это вот ребята из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, вам нужно только привести с собой справку о том, что ваши родители имели гражданство Советского Союза, то есть это программа, которая называется «Соотечественники», насколько я знаю. Ну и, конечно, вы можете учиться на контракте, точно так же, как российские студенты, если у вас вдруг какой-то идет недобор баллов, и таким образом. Все студенты, вне зависимости, контрактные они, бюджетные они, российские они или иностранцы, дальние или ближние зарубежья, на первом курсе они все будут обязательно жить в деревне универсиады. Это новый совершенно, вы, наверное, на картиночках уже у нас на университете, на сайте посмотрели, новый прекрасный кампус для родителей, говорю, этот кампус придерживается очень строгой дисциплины, после 11 часов ваших детей оттуда не выпустят. Ну, как минимум, первая, да? Почему-то вы с таким сомнением качаете. У нас нет, у нас нету, то есть именно часов, когда студентов могут или нет, но записывают, то есть студентов записывают, чтобы вести отчетность, когда студент прибыл, если студент постоянно возвращается поздно, это, естественно, много вопросов, почему, что может что-то случилось. Естественно, институту уже приходят определенные письма, где выясняют, почему студент приходит поздно. Ну, это вот как раз для пап и мам, и еще я хотела сказать о том, что у нас обязательно со студентами первых трех курсов работает с каждой группой куратор, которому могут задать вопросы и студенты, если у них возникают какие-то вопросы, могут позвонить родители, если вдруг там ребенок что-то там перестал писать или еще что-то такое, поэтому для всех студентов хорошие условия за иностранцами, поскольку они совсем далеко от пап-мам, мы, конечно, приглядываем. А что будет с иностранными гражданами, которые поступят, если вдруг границы останутся закрыты? Вот такой вот немножко негативный момент. Значит, это очень важный принципиальный вопрос. В такой ситуации оказались у нас сейчас ребята, которые уже сейчас учатся. Я думаю, что их никуда не те, которые живут в общежитии, они так и будут жить в общежитии, насколько я знаю, принято такое решение. А вот для ребят, которые заканчивают университет и собираются поступать в магистратуру, и у них в этот момент нет стипендии, университет открыл новую программу, которая называется программа трудоустройства, где он предложит, на сайте выложит, либо какие-то вакансии вне университета, либо мы постараемся организовать вакансии, рабочие места внутри университета. Конечно, это будет небольшая зарплата, но она позволит ребятам продержаться на плаву. Более того, я хотела сказать, это, наверное, вы в курсе, сейчас университет всем ребятам, оставшимся в Студградке или в деревне универсиады, для того, чтобы пережить вот это непростое время, выдает так называемые продуктовые наборы. Это, конечно, не деликатесы, это макароны, гречка, картошка, масло подсолнечное, майонез, тушенка, курица. Кормят очень хорошо, я думаю, каждому студенту этот набор вполне хватает. Огромное спасибо Казанскому федеральному университету за это, что не оставляет студентов именно в такой трудной ситуации. Я думаю, что такая же ситуация будет. Мы понимаем, знаем, кто у нас не уехал. Мы не держим здесь, если они хотят уехать домой. Некоторые студенты хотят, пожалуйста, уезжайте. Но сейчас уже очень много студентов, которые хотят вернуться, но в связи с карантином мы пока опасаемся этого сделать. Я думаю, что многие студенты, у меня такое впечатление, которые разъехались по домам, даже немножко жалеют об этом сейчас. Есть такое, да. Минутка такой рекламы, а более подробно о раздаче продуктовых наборов вы можете посмотреть в эфире телеканала Универтовая. Примерно каждый день об этом мы делаем сюжет. Но я все-таки имел в виду, что будет с иностранными гражданами, которые поступают в этом году. То есть вот в этом году человек собирается поступать на первый курс, граница 1 сентября закрыта, что он в панике. Я поняла сейчас ваш вопрос. Значит, для иностранных студентов мы будем организовывать обучение онлайн. Скорее всего, нам придется работать в два раза больше, потому что мы все-таки надеемся, что те студенты, которые в России, которые уже приехали, или наши российские, скорее всего, что они выйдут на традиционное обучение, а для остальных мы организуем обучение онлайн. То есть примерно так же, как мы сейчас учим других студентов. У них будет расписание занятий, в определенное время они будут выходить на эти занятия, либо по другой системе, когда занятия будут записаны, ну как традиционный онлайн-курс, и в любое время они могут пройти первую, вторую, третью тему. Будет время для собеседования по скайпу, по зуму, по Microsoft Team. С преподавателем для консультаций студент будет получать задания. Это примерно так же, как наши студенты все сейчас будут проходить летнюю практику. То есть посмотри киношку, выйди у себя в парк, найди такое-то растение, или сфотографируй вот такую птичку, и будет тебе счастье. А нет ли пока какой-то информации о том, что, например, начало учебного года будет как-то смещено, или все-таки 1 сентября, пусть даже в дистанционном формате? Вы знаете как, такой информации точно нет, и мы как раз готовились к тому, что может начаться учебный год и 15 сентября, и даже 1 октября. Но поскольку ЕГЭ назначили на 29 мая, у нас есть шансы успеть завершить набор в августе и начать учебный год вовремя. Но все будет еще и зависеть от эпидемиологической ситуации, смогут ли нам, даст ли нам государство разрешение студентов собирать в аудиториях. Большое спасибо за развернутые ответы. А я напоминаю, что у нас в эфире был Инсталайв с Институтом экологии и природопользования Казанского Федерального Университета. На ваши вопросы, господа абитуриенты, отвечали директор Института экологии и природопользования Светлана Юрьевна Селивановская, профорг Института Альбина Турабекова и доцент кафедры прикладной экологии Полина Александровна Курынцева. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok